Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Елизавета Родина. Я обладательница титула Гран-при конкурса красоты Миссис Россия 2017. И сегодня я хотела бы прочитать сказку, которая называется «Как ёжик с медвежонком меняли небо» автора Сергея Козлова. Жили-были в лесу ёжик с медвежонком. Жили они хорошо, дружно, но время от времени происходили с ними необыкновенные приключения. Вот и сегодня. Через лес, через поле, в горку с горки по бревнышку катился медвежонок и кричал «Ёжик! Ёжик! Что я нашел? Что нашел? Что нашел?» спросил ёжик, неожиданно появляясь из-за дуванчиков прямо под ногами медвежонка. «Калы-балы-талы-балы!» запыхавшись, забубнил медвежонок в самое ухо ёжику и отпрянул. «Понял?» «Не-а!» — сказал ёжик. «Калы-балы-талы-балы!» И сразу распрямился. «Ну, понял?» «Нет!» — затряс головой ёжик. «Эх ты!» И опять забубнил, забубнил что-то прямо ёжику в ухо. «Ну?» «А где?» — спросил ёжик. «Бежим!» Медвежонок схватил ёжика, и они обратным путем по бревнышку в горку с горки через поле помчались, полетели и бежали в лес. «Вот!» — раздвинул кусты медвежонок. Перед ними на опушке леса наполовину укрытой зеленью стоял покосившийся сарай, отдаленно смахивающий на верблюда. На спине, прямо над дверью, краевыми буквами было написано «Не-бы!» «Не-бы!» — по складам прочитал ёжик. «Ну как? Хочешь, дай ему травки!» «Кому?» «Верблюду!» — и медвежонок скрылся в сарае. «Помоги!» — тут же услышал ёжик медвежачий голос, и через секунду увидел самого медвежонка, выбирающегося из сарая с огромным рулоном, будто с ковром на плече. «Что это?» — спросил ёжик. «Берись!» — сказал медвежонок. Через лес, через поле, с горку на горку, по бревнышку мчались теперь ёжик с медвежонком. На плечах у них, как бревно, мчался этот непонятный предмет. Добежав до двух худеньких пеньков, посреди поля медвежонок закричал «Стой!» — самое подходящее место! и сбросил рулон на траву. Жарко трещали кузнечики, неподвижно отражалось в реке колючее солнце. «Для чего?» — спросил ёжик. «Подходящее!» — «Для того!» — и медвежонок запел, замурлыкал, взбираясь на пенёк. «Мы небо поменяем!» «Мы небо поменяем!» «Мы небо поменяем!» «Бам-бам-бам!» «Что поменяем?» Ёжик от изумления открыл рот. «Небо!» — сказал медвежонок. «Жарко!» — встал на пеньке, зацепил лапой выгоревшее, выленившее на солнце небо и потянул. И бывает же так! Небо недовольно сморщилось, а потом как скатерть поползло с неба, а солнышко солонкой покатилось и упало за лес. «Что ты делаешь?» — закричал ёжик. «Что ты делаешь?» Но было поздно. Медвежонок, стоя на пеньке, приспосабливал новое небо, пыхтел, отдувался и смахивал под солба. «Помоги!» — рявкнул он. И они вдвоём растянули новое небо, по которому сперва полетели, прощали на крича журавли, а потом посыпало мелким дождиком. «Эх!» — огорчился медвежонок и ударил себя лапой по ноге. «Не то!» Он стащил новое небо, быстро скатал в рулон, «бери» и скинул ёжику и взял свой конец на плечо. «А как же это?» — еле выговорил ёжик и ткнул лапой вверх, где было совсем пусто. «Ведь там ничего нет». «Побудет так!» — сказал медвежонок. И они помчались. Тем же путём. В горку, с горки, через поле, по брёвнышку они мчались за новым небом, волокли старое с плачущими журавлями. С него капала вода. «А какое небо нам нужно?» — набегу спросил ёжик. «Чтобы ни жарко, ни холодно, ни мокрое, ни темно». «А такое бывает?» Ёжик даже остановился, и медвежонок убежал с курлыкающим небом один. Но задним ходом вернулся. «Бывает». «А когда?» «А помнишь, в то воскресенье перед вторником, когда у зайца был день рождения?» «Помню», — подумав, сказал ёжик. «Замечательное было небо». «Ты думаешь, оно в верблюде?» «Там», сказал медвежонок. «Если мы его найдём, прибежит заяц, и снова будет день рождения?» «Ну да». «А почему я раньше этого верблюда не видел?» «Это кочующий верблюд. Он то там побудет, то здесь. А где у него горбы?» «Ну что ты встал?» — рассердился медвежонок. «Это небесный верблюд. С небами и без горбов». И они выскочили к сараю. Барона весело сидела на ёлке. Баронне сверху было интересно поглядеть, как ёжик с медвежонком быстро-быстро возвращаются обратно. «Ну вот», — сказал медвежонок, когда они с новым небом добрались до двух пеньков посреди поля. «Теперь уж то самое». И заяц сразу прибежит, ёжик вскарабкивался на свой пенёк. «А куда же он денется?» Они распластали небо, и сразу стало темно. «Тьфу!» — плюнул в сердцах медвежонок. «Ночь! Ты меня видишь?» «Не-а», — сказал ёжик. «Я тебя тоже не вижу. Глухая сентябрьская ночь». «Октябрьская», — поправил ёжик. «Такие ночи бывают в октябре». «Ну ничего. На, вот тебе держи». «А? А что это?» «Прутик». «Зачем?» «А ты протыкивай». «Что протыкивай?» «Что? Что? Как что?» Недогадливый какой заворчал медвежонок, и первым стал ходить в темноте и протыкивать небо. И одна за другой стали вспыхивать маленькие и большие звёзды. Ёжик ходил следом, не протыкивая. «Что ж ты не протыкиваешь?» — медвежонок остановился. «Я боюсь». «Чего?» «Мне жалко». «Да чего тебе жалко-то?» «Небо», — сказал ёжик. «Фу ты, ну ты, кого пожалел! Во, гляди!» И стал показывать ёжику, как с лёгким хлопанием, а потом с серебряным звоном протыкается небо. «Протыкивай! Я сейчас!» И убежал. Ёжик поднял прутик и пошевелил звезду, и она замигала ёжику. А потом вдруг ярко вспыхнуло, ёжик испугался и нечаянно проткнул небо. И появилась ёжкина звезда. Она была такая красивая. Вновь явился медвежонок, и при свете звёзд было видно, что он волочёт бревно. «Помоги, ёжик!» — ряфнул медвежонок. И они вдвоём хлоп! Проткнули небо бревном. И в чёрном небе поплыла красная луна. «Луна!» — выдохнули вместе ёжик с медвежонком, садясь на бревно, которое провалилось в траву. «Жалко нет зайца, он тоже любит луну», — сказал ёжик, не сводя глаз со своей звезды. «И всё-таки, знаешь, медвежонок, это не то небо, которое было в день рождения зайца». «Не то, конечно, не то! Ещё найдём!» — сказал медвежонок. «Знаешь, медвежонок, ёжик не отрывал глаз от своей звезды. Давай их больше не менять, а?» «Кого?» «Небы!» «Хы!» «Как хочешь!» — буркнул медвежонок. «Только там ещё полверблюда осталось!» В небе сияла луна, и мигали звёзды, но ёжик, не отрываясь, смотрел на свою звезду. «Давай споём», — вдруг сказал ёжик. «Когда так хорошо, обязательно поют песни». «Только надо пойти сесть в лодку», — сказал медвежонок, «когда такая луна, песню хорошо петь в лодке». В тихой кувшинке, как в лодке, они медленно плыли по реке. Медвежонок то и дело подымал прутик, протыкивая небо, А ёжик неотрывно глядел на свою звезду. Они пели. «С песенкой, как с лесенкой до неба, реченькую тихую плывём. Если фонаря с собой нету, сами в небе звёздочку зажжём. То ли гром, то ли град, сменишь небо, потом будешь сам не рад». С песенкой, как на incomesынтан. С песенкой, как на морщине. С песенкой, как с лесенкой, как хрустом. Продолжение следует...